Добрый день! Меня, как уже представили, зовут Иванур Сергей. Я сегодня буду читать вам лекцию на тему компьютерной графики. Она называется у меня «Как обманывать людей без зазрения совести». Я уже был представлен как администратор известного в узких кругах ограниченных людей паблика «Суровый технар». И сегодня мы будем говорить о следующих вещах. Первое – это основы и подходы, которые существуют в компьютерной графике. Тут надо маленькое отвлечение сделать на тему того, что то, что я буду рассказывать, это очень-очень-очень маленькая вершина, не то чтобы даже вершина айсберга, а снег, который лежит на вершине айсберга. А все остальное, то, что скрыто. Если у кого-то такие же очень специфические вкусы в жизни, как у меня, они могут меня расспросить, и я могу какие-то интересные вещи рассказать. Рассмотрим вообще, что такое диаметрия и текстуры, из чего они состоят, каким образом они преобразуют и каким образом это все добро преобразуется в картинку, которую мы видим на экране. Рассмотрим технологию бантмейпинга и производной от этих технологий. Поговорим об имитации отражения. Будет один слайд с формулами. Он нужен для того, чтобы вы немножечко заглянули под воду в тот самый айсберг, о котором я рассказывал. И будет много-много-много красивых картинок. Ну или не очень много по каким-то меркам. Для начала надо определиться с тем, какие разновидности компьютерной графики, мы будем говорить только о трехмерной, существуют. Первая это синяя таблетка, это графика для кино. В чем специфика графика для кино? Это то, что делается долго, то, что делается профессиональными студиями, ну или там, или профессиональными любителями. И итоговым результатом этой графики является некоторый видеоряд или некоторые даже последовательные из картинок, которые статичны. То есть в данном случае нет никакой особенной интерактивности. А графика для игр отличается от этого тем, что она работает в интерактивном режиме и она генерирует картинки, но по-хорошему 60 раз в секунду. То есть 60 раз в секунду, когда вы играете в компьютерную игру, если картинка обновляется менее чем 60 раз в секунду, вы начинаете замечать какое-то мельтешение. Но сначала поговорим про, собственно, графику для кино. Это выбор для честных людей, которые хотят, скажем так, получать честную картинку. И основа, в общем-то, киношной графики – это технология, которая называется Ray Tracing. По-русски это переводится как трассировка лучей. То есть заменили Ray Tracing на трассировку и считаем, что это русский перевод. Заключается он в следующем. Мы из каждой точке, каждую точку экрана, посылаем луч из камеры и смотрим, куда этот луч ударился. Если в жизни мы получаем как? Вот лампочка светит на нас сверху, отражается, например, от этого микрофона, фотончик попадает вам в глаз и вы его фиксируете. Вот у вас генерируется изображение из кучи-кучи таких фотончиков. Тут мы совершенно обратный процесс делаем. Мы из глаза посылаем лучи на поверхности, эти лучи отражаем от этих поверхностей и ищем, попадают ли они в источники освещения или в другие объекты. То есть, по сути, физика, но вывернутая наизнанку. Метод, на самом деле, очень честный. Он позволяет получать очень красивые фоториалистичные изображения, которые, в частности, изображены на… Ну вот этот фильм Avatar – это характерный пример технологии Ray Tracing. Но у него есть один маленький нюанс. Это очень долгая и затратная технология, и для отрисовки изображения такого качества может, ну, на стандартной машине персональной, одной всего картинки, можно убить недельку-другую просто на рисование такой картинки. Это в лучшем случае, а то и больше. А теперь представьте, у нас фильм Avatar был снят в супервысоком разрешении. Он был снят с двух камер для того, чтобы создать эффект 3D. Он был снят с частотой кадров, но я не знаю точно, но подозреваю тоже, опять-таки, что на уровне 30, а то и 60 FPS. И представьте, сколько изображений надо сделать для двухчасового, в общем-то, фильма. Поэтому такие красивые, замечательные просторы, они доступны тем, у кого есть доступ к рендер-фермам. Это, по сути, суперкомпьютер, который целиком и полностью заточен на реализацию такой компьютерной графики. Честный метод еще, вот этот raytracing хорош тем, что самый простой raytracer, который можно написать руками, если вы вдруг программист, он умещается буквально в пару десятков строчек кода. И вы получите, скажем так, ключик к фотореализму. Разумеется, он будет глючный и не очень хорошо работать, но, как факт, такой есть. Ну, теперь есть путь обманщика. Путь обманщика – это графика, собственно, для компьютерных игр, и о ней мы в ум в основном говорим. Я сейчас люблю говорить, что у людей, которые хотят обманывать других людей, есть два пути – либо в экономику, либо, соответственно, в компьютерную графику. Если у вас нет совести, значит, вы идете в экономику, если у вас совести есть, вам приходится изучать вот эти вот все вещи и идти в компьютерную графику. И поговорим теперь об особенностях того, чем отличается компьютерная графика от киношной, от игровой. Первое – это то, что внезапно у нас работа идет в реальном времени. То есть то, что я уже говорил, 60 раз в секунду должна картинка обновляться непрерывно для того, чтобы создавать эффект, ну, скажем так, реалистичности происходящего. Во-вторых, это интерактивность. Если в кино мы можем сами подбирать какие-то ракурсы, мы можем в конце концов, если у нас есть какой-то отснятый материал, что-то там не то пошло, мы можем нанять каких-то ну, низкооплачиваемых работников и руками исправить кадры, там, кисточками подрихтовать, то в компьютерной игровой графике такого не получится, потому что картинки рисуются независимо на тысячах машин десятков тысяч пользователей этой компьютерной игры. То есть нам надо изначально рассчитывать так, что игрок может сам ходить вокруг наших объектов и он не очень хочет видеть пустые места, глючные какие-то недостающие текстуры, плохие отражения и прочие-прочие-прочие нехорошие вещи. Ну и третье, это такая уже более, в какой-то мере даже устаревшая там специфика, учитывая современные стандарты, это совместимость работы с разным железом. Это в первую очередь было актуально, ну, допустим, несколько, ну, под десяток лет назад, ну, или даже 20 лет назад, когда архитектура, используемая в разных персональных компьютерах, она различалась настолько, что вплоть до того, что разные графические движки писались для разных типов операционных систем и для разных типов компьютеров. На фотографии, на скриншоте, точнее, изображена игра, ну, для кого-то, наверное, легендарная игра Blatt, которая была сделана, между прочим, на движке Duke Nukem 3D, и она была одна из таких, как бы, культовых игр, и она не являлась, в общем-то говоря, трехмерной. Здесь, по сути, движок, который, технология которых уже, в общем-то, устарела, это двух с половиной мерный движок, то есть, который использует псевдо-трехмерные элементы, но большая часть объектов, они, во-первых, двумерные, то есть, вот все эти вот жуткие чудовища, они все просто картинки, то есть, дурилки картонные. Что касается окружения, то есть, по-настоящему трехмерным тут является именно само здание, в котором это кровавое действие происходит. Ну, собственно, переходим непосредственно к тому, о чем данная лекция проводится. Компьютерная графика всегда начинается с геометрии. Геометрия в самом простом, в своем представлении, это некоторый набор треугольников, то есть, мы любой объект можем представить, поверхность любого объекта, мы можем представить с любой необходимой точностью некоторым количеством треугольников. Если у нас точность недостаточная, ну, замечательно, берем больше треугольников, и точность становится достаточно. В целом, у каждого треугольника есть следующие параметры. Три вершины, на которые он ссылается, и, в общем-то, ориентация этого треугольника в пространстве, куда он смотрит. Это называется нормаль. Но помимо нормали к треугольнику существует еще такое понятие, как нормаль к вершине. Те, кто знают высшую математику и работали с геометрией, наверное, сейчас удивляются, как вообще появляется такое понятие, как нормаль к вершине, то есть, некоторое нормальное направление к точечному объекту. И на этот вопрос мы ответим чуть-чуть позже, а сейчас вы пока про это запомните. Эту геометрию нам надо каким-то образом спроецировать на экран. То есть, геометрия, которая у нас в некотором пространстве задана, мы ее должны конкретно спроецировать на наш квадратный экран, и для этого используются геометрические преобразования, с помощью которых координаты каждой вершины переобразуются в координаты на экране. То есть, вкратце, у нас есть позиция x, y, z вершины в пространстве, и мы получаем позицию x, y на экране. Ну или какие-то, допустим, отрицательные значения, если оно в экран не попадает. То есть, это вот важная, на самом деле, вещь – отсечение вершин, которые к нам не попадают на экран. Тут, собственно, маленький слайд с математикой, мы его будем смотреть недолго. Тут, если кто-то здесь из вас хоть раз изучал линейную аугебру в университете, например, или, допустим, по велению сердца взяв и открыл учебник Куруша по линейной аугебре, наверное, вспомнит, там ей была такая замечательная тема, как линейные преобразования. А может, у кого-то даже были темы афинных преобразований. Так вот, эти линейные преобразования нужны для того, чтобы преобразовывать системы координат из одних других, переводить одно пространство в другое. И эти преобразования бывают, в общем-то, масштабные. Ну, преобразование масштаба элементарное по осям растяжения, преобразование поворота вокруг некоторой оси и преобразование смещения начала координат в некоторую точку. Вот, собственно, все они здесь отображены, плюс еще есть отдельное преобразование проекции. И мы не будем их все разбирать, потому что это очень долго и, в общем-то, скучно. Но такая вот вещь есть. Теперь мы имеем... Мы имеем некоторые вершины, которые мы спровоцировали на экран. То есть теперь у нас есть каждое... Наши треугольники приведены в экранное пространство, и мы имеем координаты каждого из них на экране. Тут у нас вступает в бой рестеризатор. Это аппаратная вещь, то есть которая непосредственно на видеокарте происходит. Она нарезает этот треугольник на пиксели. То есть на пиксели нашего экрана или там окошка, если у него другое разрешение. И в каждом этом пикселе, то есть вот здесь вот можно посмотреть, ну, как каждый этот пиксель там частично или полностью попадает в наш треугольник исходный, который определяется вершином. И мы, собственно, вот благодаря рестеризатору его можем нарисовать не как там по вершинам, а именно как, ну, некоторое сплошное тело. Но тут вступает в роль другой вопрос. Как рисовать треугольники, которые, ну, перекрывают друг друга по пространству? Но мы обычно привыкли к тому, что если между мной и вами, например, стоит стенка, я вас не вижу. Или вы меня не видите. И то же самое, в общем-то, люди ожидают видеть в компьютерной графике, в компьютерных играх. И мне очень приятно, когда, ну, объекты, которые не должны быть видны, они становятся видны. Это нереалистично и теряет весь эффект присутствия. Для этого существует Z-буфер. Помимо координат, собственно, вершины, которые мы получаем в ходе геометрических преобразований, мы получаем глубину этой вершины, то есть расстояние вершины от вершины до плоскости экрана. Эта глубина, она запи... она между всеми вот этими тремя точками интерполируется, то есть вычисляется среднее значение этой глубины в каждой точке и записывается в определенный буфер. Этот буфер называется Z-буферой. И запись следующих треугольников, которые мы рисуем в некоторой последовательности, в этот Z-буфер возможно только тогда, когда значение глубины становится меньше, чем то, которое мы записали туда ранее. Таким образом, если мы не используем Z-буфер, вот эта вот замечательная картинка соответствует трем пересекающимся кубам, но так как красный куб рисуется самым последним, он рисуется как бы впереди всех. Это неправильно. А теперь, если мы учитываем вот эту вот Z-буферизацию, то есть если мы учитываем глубину каждого пикселя, мы получаем вот эту вот... Ну, на самом деле странная, конечно, картина, не очень реалистичная, но тем не менее соответствует той геометрии, которую мы создали. Картина мира, которая в виде Z-буфера, она выглядит вот так. Самым темным светом тут показаны пиксели с наименьшей глубиной, а самым светом с наибольшей глубиной. Ну, в общем-то, о Z-буферизации больше рассказывать особенно смысла нет. Но треугольники это треугольники. Это не очень интересно, но мы привыкли видеть объекты, у которых есть так называемая текстура, то есть некоторое графическое изображение, которое представляет этот объект, дает ему цвета, краску, ткани, например, и прочие вещи. И эти вещи задаются с помощью текстур. Текстура – это двумерная, по сути, картинка, обычная картинка, которую вы можете нарисовать в Paint и набор текстурных координат, которые соответствуют каждой вершине. То есть, в каждой вершине нашего объекта, вот этот объектик, назовем его бетонным кольцом, в каждой этой вершине соответствует некоторая позиция на карте текстурных координат. И в каждом пикселе, когда мы полученном на стадии эрестеризации, текстура берется по адресу, интерполированному между этими текстурными координатами каждой вершины. Таким образом достигается непрерывность вот этого текстурирования, которые у нас происходят. И мы можем создавать самые сложные объекты в том числе. То есть, вот этот слон, понятно, я не стал делать сетку, потому что у него слишком чудовищная будет детализация. Мы сделали текстуру, мы сделали диаметрию, но самым важным в нашем мире является, как ни странно, освещение. Без освещения мы ничего не видим, а если мы говорим о равномерном освещении, оно выглядит нереалистично. Поэтому нам надо учитывать некоторые модели освещения, которые у нас существуют в реальности. И использовать свойства материалов. Освещение любого объекта делится на следующие компоненты. Вот этот вот синий шарик – это называемое идеальное рассеянное освещение. То есть, если у нас идеально матовая поверхность, которая во всех направлениях одинаково отражает цвет, это у нас вот такая вот синяя компонента. Фиолетовая компонента соответствует, в общем-то, идеальной зеркальной поверхности, которая полностью отражает падающий луч, примерно, ну, почти под тем же углом, что и, ну, под тем же углом, на который он упал. Плюс еще есть некоторый блик, который соответствует вот этому зеленому компоненту. И свойства, в общем-то, любой поверхности в нашем мире, оно определяется соотношением коэффициентов. Соотношение матовой, бликовой и отраженной компоненты света. И если мы пользуемся законом сохранения энергии, как ни странно, мы можем любой материал с соотношением этих трех коэффициентов сделать в нашей компьютерной игре. Что, собственно, сейчас и происходит. Как, вообще говоря, это вычисляется? Тут тоже маленький такой математический прием. Для того, чтобы вычислить, насколько хорошо рассеянная компонента видна, мы используем скалярное произведение нормали, вот этой черной, на угол падающего луча. Вернее, не на угол падающего, на вектор падающего луча. Мы это скалярное произведение используем, и все становится замечательно. Для вот этого компонента мы должны использовать скалярное произведение не нормали и падающего луча, а вектора из глаза, который падает на вот эту вот поверхность, и отраженного луча. Но вот такого я больше объяснять эту тему не буду, потому что это математика, и это не сильно интересно. Теперь переходим к следующему. Я уже говорил про нормаль к вершине, а вообще говоря, зачем она нужна? А нужна она для следующего. Если мы будем рассматривать только нормали к поверхностям, мы получим освещение объекта вот в таком виде. Оно будет плоским. Сколько бы треугольников мы не брали, у нас получится так, что все равно у нас этот шар будет как дискотечный шар, а не как бильярдный. Но если мы будем использовать нормаль к вершине и интерполировать ее между разными вершинами на стадии рестеризации, мы можем вычислять освещение более мягко и получать вот такие вот картины. Тут там есть один еще маленький нюанс с затенением погуров, который я опустил, но это только для того, чтобы не перегружать лекцию. Но этого мало. У нас, как правило, поверхности достаточно сложные и у них есть некоторый рельеф. Ну, вот как вот здесь, например. А вот здесь рельефа нет. Ну, разница, в общем-то, очевидна. И для того, чтобы этот рельеф задать, у нас есть два пути. Первый путь – это сделать его из треугольников. Мы всего-то используем всего-то 180 тысяч треугольников и получаем вот такое вот колесо. Второй путь – использовать технологию Normal Mapping или Bump Mapping, для того, чтобы сымитировать этот рельеф на поверхности шины и уложиться всего в 190 треугольничков. Ну, выбор, в общем-то, для… Поскольку нам обрабатывать такую массу информации – это не очень выгодно, поэтому мы выбираем этот путь. И в чем он, собственно говоря, заключается? У нас есть некоторая карта высот. Она черно-белая, она соответствует высоты каждого пикселя над некоторой условно ровной поверхности. По этой карте высот генерируется карта нормали. Нормали генерируются двумя способами. Первый способ – в абсолютном пространстве. Второй способ – это в касательном пространстве, которое скреплено непосредственно с поверхностью, на которой происходит вот эта вот операция. Это все, опять-таки, это все математика, это все скучно, но смысл в том, что, используя вот этот вот нормаль, мы можем вот эти вычисления проводить в каждой точке с индивидуальной нормалью. И когда мы проводим эти вычисления с индивидуальной нормалью, мы получаем вот такое вот замечательное рельефное тело. Но у нормального мейпинга есть очевидные недостатки. Рельеф там искусственный, он чисто нарисован. Поэтому, если мы хотим сделать вот такую вот сложную конструкцию, получаем мы из нее вот такую вот карту нормали, но когда мы проецируем эту карту нормали на плоскую поверхность, мы получаем вот такую вот картинку. Она плоская. То есть освещение на ней построено, допустим, правильно, но мы видим, что она плоская. И эта методика, она имеет большие ограничения. То есть она не подходит для таких вот серьезных неровностей, трещин или, допустим, впадин, или наоборот, выступающих элементов поверхности. И для того, чтобы пройти эти ограничения, существуют более совершенные методы обмана, в частности, параллакс мэппинг, сейчас, секундочку, что-то он не светит. Параллакс мэппинг и Параллакс окклюжен мэппинг или Параллакс мэппинг с функциями дистанции. Смысл в том, что вот у нас исходная картинка, когда нет никакой карты нормали и карты высот. Вот картинка, когда мы учислим только карту нормали. Здесь мы немножечко смещаем текстурные координаты в зависимости от этой карты нормали. А здесь мы не просто смещаем, а, по сути, устроиваем вокальную трассировку лучей для каждой точки. И вот тут надо отметить, что вот эта поверхность, она плоская на самом деле. Но как бы мы на нее не взглянули, она выглядит рельефно. В компьютерных играх это выглядит вот так. То есть вот эта поверхность, она на самом деле абсолютно плоская. И вот все эти неровности, которые тут нарисованы, их не существуют. Их не существует, их нельзя пощупать, их нельзя, там, не знаю, лобником поддеть. Они нарисованы на этой поверхности. Теперь переходим к следующей теме. Это, собственно говоря, кубические текстуры и отражения. Мы рассмотрели просто освещение, как от некоторых источников света. Но помимо нас источников света, существует, ну, целая куча, ну, в частности, в зеркалах мы видим не просто источники света, мы видим себя в зеркалах. Как это сымитировать в компьютерных играх? Если в технологии рейтрейсинга это делается автоматически, путем множественных отражений одного и того же муча из глаза, у нас тут нет такой роскоши, поэтому нам приходится пользоваться так называемыми кубическими текстурами. Кубическая текстура – это развертка куба, которая вот выглядит вот таким вот образом. И эту развертку куба мы используем хитрым способом для того, чтобы из нашего глаза получить некоторый лучик, отразить его от поверхности и попасть в нужную точку вот этой кубической текстуры. И мы по этой кубической текстуре возвращаем некоторый цвет, который дает нам вот такую вот псевдозеркальную поверхность. Хотя никаких настоящих отражений тут нет. Тем не менее, на мелких объектах, на которых мы не сможем рассмотреть детали, даже такая грубая имитация, она способна сделать, ну, добавить реализма. Технология, на самом деле, очень старая. Сейчас существует у нее очень много прогрессивных методик, но, опять-таки, о них рассказывать – это углубляться, в общем-то, в линейную аудиторию и прочие вещи. Ну, на этом, в общем-то, краткий экстра-курс можно тихонечко подводить к концу. И сегодня мы изучили, в общем-то, основы. Мы изучили, что такое диаметрия, что такое текстура. Мы изучили визуальные эффекты и как они делаются. Мы изучили легкую панику, которая возникает аудитории при виде формул и посмотрели несколько красивых картинок. На этом я предлагаю закончить и перейти к вопросам, если они возникают.